Ваши комментарии на сегодняшний объект? Игра была с нашей стороны, не знаю почему, может быть хороя, гадская была такая, но проиграли всю борьбу практически, скоростью, но это нет причины. Осталось две игры, теперь мотивации, если ее с движением нету, команда закончена на третьем месте, вперед не надо, невозможно двигаться, назад тоже, и две игры. Мы сделаем все, чтобы показать хорошую игру и постараться выиграть. Академия, удачи, хорошей игрой. Спасибо большое. Игорь Витальевич, Ваши комментарии? Мы опасались этой игры. Кадровые потери у нас просто огромные, просто огромные. Я благодарен ребятам за то, что некоторые там первые, вторые матчи, они в своей жизни вышли в основном составе и сыграли достойно против команды, которая не зря третье место занимает нашу зону. Возможно, что по комплектованию, по возможностям, конечно, у Нижнекамска и у Тюмени было преимущество, но я вот следил за Ульяновским, по моим наблюдениям, команда стала играть более активно в футбол, больше стала владеть мячом. Мы сегодня, да, мы, конечно, специально подготовились, сегодня у нас получилось, я вот к этому как бы подвожу, что я вот несколько игр посмотрел, и во всех играх Тюмени, кроме Тюмени, может быть, интересную игру показывали, особенно вот в Челябинске мне понравилась игра. У Тюмени, человек неплохая, там, до удаления, ну, неплохая игра. Мы сегодня в каких-то эпизодах были быстрее, вот, и, в общем-то, даже, наверное, мы должны были больше забивать. К сожалению, сегодня слабая реализация нас подвела. Вот, игрой я доволен. Я хочу сказать, что, ну, вот, сейчас у нас 4 победы подряд, впервые за, ну, вот, седьмой год команда 4 победы подряд. Сейчас 3 было, 4 не было. Вот, я, конечно, доволен. Еще раз я поздравил ребят, сейчас поздравляю очень с полисом. Это хороший результат для нас, учитывая особенно те сложности, я говорю, ну, у нас очень много сейчас потерь, очень много проблем, и мы это компенсировали сумасшедшей дисциплиной, самоотдачей, ну, и, наверное, умением играть в быстрый ход. Спасибо. Спасибо. Вопрос есть? Армен, наверное, ну, Армен Иванович, скажите, пожалуйста, почему опять не сработали замены, как вы говорили в первые? Все-таки замены... С Челябинском уже как сработали замены. Почти нет. Нет, имеется в виду и прошлый матч с мнением. То есть, как вы считаете, почему опять не сработало? Ну, не сработало. На игра, на игру не приходится. Сравдно, он против такого игру. Хотя, ну, не сработало. Я считаю, что Скобликов очень хорошо вышел, да? Провалил от Саганцов. Скобликов, я считаю, что нормально вышел. Ну, те игроки, которые, вот эти игроки, они более или менее хорошо выходят на замены. У нас, в принципе, основной состав, это Марат, Скобликов, Эль Курбан Адамов, эти игроки основного состава. Другие игроки, которые играли в первом тайме, которые мы заменили, они плохо выходят на замену. А эти ребята, они могут выйти, выщерить. Это показал и Челябинский. Из-за этого и, потому что с Тюменью первый тайм хорошей игры, во втором тайме и произвели замены, и они не усилили и в других играх тоже. То есть, команда явно, есть одиннадцать игроков, которые могут, может, не играть. А потом резки идёт. Не надо явное мышление. Для решения себя завтра. Тем не менее, можно поздравить вас с двумя Завиноградой? Всё-таки Волга уже окончательно оформила и в силу. Ну, да, сложно было, конечно. Подумал, что он вчера не смог бы три игры выиграть, а ему три игры проиграть. В принципе, это, видимо, подсознание футболистов было. Да ещё и такой момент, что у двенадцати игроков заканчиваются контракты. Пока с ними переговоры не ведутся и такое состояние уже тревожное. Когда задают вопросы, которых я не могу ответить. Нужны они, деньги не нужны. Кто с ними не разговаривает. Из-за этого ситуация такая. Хотя, не сказать, что они не хотели выиграть. Но одно дело, когда ты уже на поле хочешь обыграть, когда ты целенаправленно готовишься. Вы считаете, вот то, что Волга обеспечила себе третье место, можно ли сказать, что у игроков было отсутствие мотивации в сегодняшней игре? Всё-таки невыразительная команда, которая забирается на третье место, она наверняка умеет играть в атаке. Последние два матча просто не узнать. В атаке практически мало очень создано что-то. Путного. Ну, в этом и проблема. Нет нападающих. Даже не удивляйся, они же были. Команда просто так не забрала, что на третье место. Правильно? Ну, значит, что-то стало хромать. На что, я знаю, но это не внутреннее наше. Ещё вопрос. Спасибо большое. Победы. Спасибо.